Есть свободное время? Не знаешь, чем заняться? Мы предложим варианты. Выбирать тебе. Молодёжная памятка. Всё о досуге для тех, кому ещё нет тридцати. Молодёжная памятка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда, на волнах Радио 4 в это время. Молодёжная памятка. Её постоянные ведущие Сергей Овченков и Кирилл Крабу. Лето наконец-то наступило. Стоит порадоваться этому факту, я бы сказал, ну и поговорить о чём-нибудь интересном, чем можно было бы летом заняться. Не так ли? Совершенно верно. Буквально некоторое время назад мы, Кирилл, с тобой разговаривали по поводу уже прошедшей такой тусовки, вечеринки или фестиваля под названием Манка Бутик. До этого мы ещё с тобой разговаривали по поводу такого массивного фестиваля, который проходил 25-й раз. Это был, по-моему, рок-н-болл. Именно так. Но музыка в нашем городе и в нашей стране на этом не задерживается. Буквально в ближайшее время, в начале августа, нас ожидает очередной концерт в рамках, я бы сказал, движения под названием «Спутник». Это когда различные группы выступают и происходит какая-то определённая стилистика в одном из определённых выступлений или вообще в полном концерте. Дамы и господа, приветствуйте. У нас в гостях сегодня одни из вдохновителей этого движения Арсений Григорьев и Алена Генейко. Ребята, здравствуйте. Привет. Здрасте. Ну что ж, что такое «Спутник», спросил бы я, поскольку ни разу на нём не был. «Спутник» — это серия концертов, прежде всего. Сейчас у нас будет пятый «Спутник» проходить, где мы собираем местные, не только местные группы. И вообще это уникальная возможность людям собраться, провести вместе время, послушать хорошую музыку. С чего вообще пришла такая идея проводить такие концерты, как «Спутник»? И с учётом того, что, в принципе, у нас есть уже какие-то фестивали, там, движухи здесь более-менее, что... Отобрать немножко кусок от этого пирога или... Нет, нам показалось мало. Мало. Нам захотелось ещё. Вообще наш идейный вдохновитель, вообще, Настя Леонова, она именно придумала вот саму концепцию вечеринок и вообще вдохновила нас вообще что-то делать. И мы вот так собрались и что-то сделали. А в чём концепция в таком случае? Изначально мы хотели собирать местные молодёжные группы, как-то их продвигать. Но изначально мы взяли какую-то такую высокую планку, и сейчас мы уже привозим группы из-за рубежа. Ну, это пока только Латвия, но... Тоже их продвигаете? Да, продвигаем на местную сцену. Ребята, с чего вообще появилось вот это желание делать? Почему именно само название «Спутник»? И каковы ощущения сейчас, если мы возьмём первый «Спутник», который... Вернее, я знаю, он был нулевой «Спутник», а теперь пятый. То есть с учётом инфотехнологических вычислений, можно сказать, что их концертов было не пять, а шесть, если так почитать. Наоборот совершенно, потому что сейчас будет, на самом деле, мероприятие под названием «Спутник-4», но оно пятое. Исчисление у нас ведётся с нуля. А почему с нуля? Дело в том, что тот «Спутник», между тем, как у нас появилась идея, собственно, запустить серию вечеринок, и первым «Спутником» прошло не так много времени, и мы хотели просто попробовать свои силы, получится ли у нас. Поэтому мы изначально самый первый «Спутник», который мы назвали нулевым, задумывали как пилотный проект, просто попробовать, получится ли, не получится. Вот он был 17 сентября, если мне не изменяет память. 23 сентября. В сентябре, скажем так. В сентябре прошлого года. Да, в конце. Приходил он во дворе книжного магазина «Коллекционер». Это был тоже open-air, и сейчас, почти спустя год, мы снова делаем open-air, потому что лето, тепло, весело. Не хочется сидеть в подвалах, в закрытых помещениях. А с названием, если вернуться к вопросу про название, с названием очень забавно, потому что «Спутник», так называется, ещё садоводство, довольно обширное, рядом с городом Силамяем. О, это же огромный-огромный массив, я там был, там заблудиться можно. Это целый город с улицами, да. А вы что, из Силамяя родом? Я из Силамяя, да, сама. Там же даже, по-моему, свой мэр есть, и ходят свои автобусы в этом огромном садоводе. Свой мэр-садовод, ты хочешь сказать? Там глава «Спутник», он реально как мэр, там живёт чуть ли не больше людей, чем в Силамяем. Это реально такой огромный массив из дачных домиков с улицами со своими, там растут сады какие-то, кто-то гуляет, кто-то там живёт постоянно. Это отдельный город рядом с Силамяем, серьёзно. Мы делали об этом передачу о городе Силамяем в рамках проекта «Великолепная четвёрка» в прошлом году, и мы специально туда поехали. И чтобы оттуда выехать потом обратно, нас этот спутник поглотил просто, потому что он огромен. А самое страшное оказаться там зимой. Почему? Потому что снег по колено, никто не чистит ничего, и в этом тоже есть какая-то особая романтика. Например, на зимние шашлыки поехать на спутник куда-нибудь далеко-далеко, и потом оттуда выбираться. В этом тоже что-то есть. Да, но при чём спутник Силамяйский и Таллинский проект? Суть в том, что мы просто незадолго до нулевого спутника провели один очень хороший вечер в дачном домике у нашей подруги Силамяйской. Нам так понравилась атмосфера, которая там царила у нас. Мы долго шутили, да, ещё по поводу спутника вообще. Хотелось как-то использовать вообще. То есть как-то название шутки получается из прикола и так далее, и так далее родилось у вас? Да, при том, что моя подружка Белка, и мы так шутили, типа, ездим к Белке на спутник. Ребята, я знаю о том, что каждый спутник, ну или практически каждый, был посвящён определённой какой-то стилистике. Ладно, если мы возьмём нулевой, это как попытка, так сказать, дебют пилотный. Я знаю, что один, например, из моих любимейших, честно, субъективно говорю, это был поэтический. Прошлый спутник, да. Очень-очень-очень воодушевляющий и очень радующий за то, что, глядя на молодёжь, которая стояла перед сценой, они повторяли, цитировали известные стихи, которые ребята читали со сцены, классиков, так далее и так далее, используем при этом музыкальные мелодии. Зная, что следующий спутник, он ещё идёт как спутник, двоеточие и ещё дополнительное какое-то название, связанное... Into the Green, да. Into the Green, совершенно верно. В связи с чем это так названо и с чем его едят? Зелень. Да, зелень, зелень лета, в принципе, ничего такого сложного. Open air. Open air, да. И кроме всего прочего, тот же день, 4 августа, будет день рождения нашего резидента, нашего диджея Green режим. И это такая ещё игра слов, что мы одновременно выезжаем как бы на природу, хотя на самом деле это всё будет в Таллине, практически в центре города, но под открытым небом. И одновременно ещё мы вот так вот делаем реверанс в сторону нашего любимого диджея. То есть это не огород, это какое-то помещение получается, несмотря на то, что зелень, лето и так далее, и так далее. Да, это наш спутник будет проходить в ЕККМ рядом с морем. С этого момента чуть поподробнее, потому что кто-то просто услышал эти буквы и не всегда понял, что это... Я, например. Это оказалось достаточно удивительным для нас, на самом деле никто не знает, где находится ЕККМ, хотя мы лично о нём знаем очень давно. Но кому не говорим, что спутник будет проходить в ЕККМ же, а где это, а что это? На самом деле это музей современного искусства, эстонского современного искусства, который находится рядом с таким местом, как Горхолл и Культуре Каттель. Буквально через гравийную дорожку от Культуре Каттеля находится ЕККМ. То есть их разделяет этот культурный километр даже, получается? Да, именно. Самое начало культурного километра, это есть как раз вход ЕККМ. И, возможно, таким отличительным признаком можно назвать то, что во дворе этого ЕККМ находятся две огромные головы. То есть это Эсти, Касса и Кунсти музеум. Абсолютно верно. На страничке мероприятия на Фейсбуке там есть ссылочка как раз и на ЕККМ, где можно почитать вообще, что это такое, что там происходит. Там постоянно какие-то выставки. И достаточно часто проходят, на самом деле, эстонские музыкальные тусовки. То есть звуком место проверено. Звуком место проверено, да. Мы тоже, кстати, были недавно вот в июне на концерте. После этого концерта мы и загорелись этим местом. И, собственно, две группы с того концерта будут выступать на Спутнике в этот раз. То есть группы тоже уже должны были свыкнуться с этим местом. То есть им надо было даже отключать гитары после этого концерта, то есть они приходят спокойно играть дальше. Что же за группы в таком случае будут играть? На этот раз, ну, поскольку open-air, мы подумали, что можно сделать мини-фест, позвать групп побольше, чем обычно. Потому что обычно мы старались звать не больше трёх. В принципе, по эмоции этого должно достаточно хватать каждому слушателю. А в этот раз мы решили начать гораздо раньше, в 4 вечера, и позвать 5 групп. Первыми выступит такая новая сталинская русская группа, как Neon Noir, бывшая группа Green Regime. Green Regime Live, так скажем. Да, Green Regime Live проект, который делает достаточно своеобразную и необычную для русской сцены электронную музыку с вкраплениями живых инструментов, гитары и баса. А затем выступят наши гости из Латвии. Это Funk Fusion джаз-группа Funkulio из Риги. Они уже не первый раз в Тальне выступали, и в принципе у местного населения была возможность сходить на их концерт, но они играют очень такой хороший, лёгкий джаз, очень подходящий для лета. Собственно, по традиции их Руслан, по-моему, приглашал на Manko Boutique PopFest. Руслан PX. PX, да. Практически каждый год. А в этот раз они выступают у нас на Спутнике. Затем группа Viapram, которая выступала на нулевом Спутнике. У нас мы делаем такой жест преемственности спустя год. Это очень заводная поп-панк группа из Марду. В их репертуаре очень много каверов на известные песни. Они так много, на самом деле. Русские размеры. Ну, не знаю, все подпевают. Мне казалось, больше, да. Потом посчитаем отдельно, выясним. Дальше по списку кто будет? Дальше по списку будет эстонская группа такого человека под псевдонимом Чунгин, у которого раньше было две разные группы, обе работающие в направлении панка. Сейчас он их объединил, и это будет называться Cats of Destiny. Это что-то новое получается? Это новый проект на базе его двух предыдущих. Очень харизматичный исполнитель. С ним, кстати, можно почитать интервью в журнале Плуг, если поднять старую подписку, где-то какие-то первые номера, если не самые первые, с ним было интервью. Очень интересный человек, очень харизматично держится на сцене. Да, мы когда его увидели как раз в ЕККМ на концерт, очень загорелись, и нам захотелось его себе на спутник. Очень-очень. И хедлайнерами вечера выступит группа Junk Riot, победители North Band 2009. Они, кстати, в Ливерпуль ездили, например. Это большая редкость для местной русской группы. С группами разобрались, ребята. Теперь хочется задать такой вопрос с технической точки зрения, как это будет выглядеть. Насколько легко, например, реализовать сейчас вот эту вечеринку, вот эти концерты? У нас уже есть некоторый опыт проведения вечеринок, и, в принципе, всё идёт под достаточно накатанной схемой. Просто сейчас другое место, немножко другие условия, может быть. Но, в принципе, уже когда понятна схема, как организовать вечеринку, ничего сложного в этом нет, в принципе. Было бы большое желание. А как быть, собственно, с теми, кто на эту вечеринку приходит? Насколько пользуется популярностью спутник, собственно? Из наших знакомых пользуется популярностью. Когда мы проводили, допустим, третий спутник, люди где-то слышали, да, спутник, спутник, вроде что-то было. А когда уже сейчас подходит к пятому спутнику дело, то народ уже в курсе и просто спрашивает, встречая знакомого, например, на улице, он спрашивает, когда следующий спутник? Я уже хочу всё, всё, хочу, когда? Только скажите место, скажите время, и я приду обязательно. Кроме того, очень приятно видеть много новых лиц абсолютно тоже на последних вечеринках, потому что когда мы год назад всё это запускали, запускали наш первый спутник, в основном было так, что, да, люди, которых мы уже знаем, они та же самая старая музыкальная тусовка, которая в своё время сложилась вокруг Емели, Манки Бутик и так далее, сейчас стало больше людей, которые, ну, абсолютно свежие лица, которых я раньше не видел. Это очень приятно, потому что именно в этом мы видим одну из миссий спутника, привлечь больше людей местной живой музыки, местной хорошей живой музыки. А вот, кстати, вы сейчас затронули довольно интересную тему, на самом деле, тусовка, которая была вокруг Емели. У меня вообще складывается такое чувство, когда мы с Сергеем рассказываем о молодёжной жизни, о молодёжной музыкальной жизни здесь, в Таллине, в Эстонии, особенно летней жизни. У меня есть такое чувство, что есть определённая тусовка людей, которые все друг друга знают и организовывают, в общем-то, подобные фестивали, варясь вот в каком-то вот своём определённом... Котле. В обществе, да, не котле даже, скорее. В культурном котле. В культурном котле, да. Так ли это? Получается, что, в принципе, Труслан Пэйикс, да, Дан Ротарь, который плуг делает, вы, ребята, может быть, даже Толик Белов. Это, получается, всё какая-то вот одна небольшая группа. А часть... Дан Ротарь, кстати, один из соорганизаторов мероприятия, спутник, так что... Отчасти ты прав, да, но на каждый спутник приходят новые люди, которые знакомятся с основной тусовкой. Если они находят как-то общие темы для разговора, общие интересы, они дальше продолжают тусоваться вместе, и это очень хорошо. То есть эта тусовка, она разрастается. Тусовка единомышленников, заинтересованных людей. Вот это радует. Дело в том, что невозможно просто существовать одной старой тусовкой и надеяться, что всё будет в будущем хорошо. Необходимо обязательно свежая кровь. И чем более разнообразными будут мероприятия, тем больше разных людей можно привлечь к этому интересному делу. А есть уже люди, которые, скажем так, присоединились к вашей тусовке, некоторое время в ней побыли, и вот сейчас что-то своё зарождает? Потому что, честно, пока я вижу одни и те же лица. Больную тему вы затронули, потому что пока ещё прецедентов мало, если вообще есть. Но нам бы очень хотелось, да, это тоже одна из идей, что люди будут втягиваться не только в потребительский процесс, но и в процесс созидания того, что происходит. Ну, также я заметила, что из новых людей, так скажем, появилось очень много, допустим, фотографов, которые фотографируют на спутник, которые сами что-то пытаются делать. То есть подключаются какие-то люди, которые тоже играют музыку, и они, может, хотят тоже выступить на каком-то фестивале. Это тоже очень хорошо. Это и объединяет, и даёт возможность как-то реализоваться людям, которые, допустим, сидели дома, играли на гитаре, и не знали вообще, где сыграть вот эти песни. А сейчас они нашли людей, которые могут им помочь, и они могут сами как-то посмотреть, как это делается, и тоже как-то пробиться. Вот, мне кажется. Ну, вообще-то, да, это забавная тенденция. Раньше говорили, что заводы стоят одни гитаристы в стране, теперь заводы стоят одни фотографы в стране. Да-да-да. Хотелось бы, чтобы люди делали и музыку тоже, но на самом деле, почему бы и не фотографии? Мы очень любим фотографов, зовём всегда. Приходите. А как же заводы? Все такие креативные, а в России в стране не хватает. И на том спасибо. Ребята, мы задавали этот вопрос, в принципе, как Руслану, так и Толику Белову, и Дану тоже относительно одной вещи. Пришёл ваш черед. Как вы считаете вообще, на самом деле, какое будущее вот этого альтернативного музыкального, может быть, художественного, фотографического, скульптурного движения среди русскоязычной молодёжи здесь, в Эстонии, и будет ли когда-нибудь такая вещь, когда всё-таки... Ну, не будем скрывать этот факт, на самом деле, что русскоязычная община, даже вот такая альтернативная, эстоноязычная, они всё-таки живут порознь, несмотря что живут в одной стране. В дальнейшем, как вы считаете, что будет ожидать? Слияние, ещё больше разъединение или что-то? Ты не Формалов имеешь в виду конкретно. Альтернатива, я имею в виду, вот именно альтернатива. Действительно, на данный момент русская или русскоязычная тусовка и эстоноязычная тусовка очень разделены. И непонятно, на самом деле, почему нет вот этого желания сходить на концерт в другую тусовку, послушать, что делают люди там, узнать что-то новое, почерпнуть что-то новое для себя, подглядеть, может быть. Естественно, хотелось бы и мы со своей стороны, допустим, когда мы приглашаем эстонскую группу на «Спутник», мы держим в уме эту мысль, что мы делаем это и для того, чтобы как-то люди посмотрели, что есть ещё вообще у нас, что вот происходит на другой сцене, не только вот в этом культурном котле, в котором мы варимся, а ещё в соседнем котле, в котором своя каша. Потому что, на самом деле, у эстонцев, я уже раньше тоже не раз говорил, у эстонцев гораздо более разнообразная музыка, допустим, на сцене, и более изощрённая в каких-то моментах. И это большая жалость, что наши музыканты не ходят, допустим, на эти концерты. Вот мы со своей стороны, допустим, пытаемся как-то эту ситуацию исправить. Если гора не идёт к Магомету, то хотя бы Магомета дотащить до этой горы, показать «вот, смотри», так тоже бывает. То, что вы сейчас сделали, например, пригласили эстоноязычную группу, то есть это всё равно получается выстрел в одну сторону. Обратного эффекта пока ещё не наблюдается. Обратного эффекта не наблюдается, и мы, честно говоря, на данный момент даже не знаем, как обратного эффекта достичь, потому что, ну, неинтересно им ходить к нам. Хорошо, а интересно ли вам сходить к ним? Тоже грешим зачастую, что не всегда, но мы... А что, достаточно редко мы ходим. ...себя пинаем и стараемся ходить. Хорошо, ну а в таком случае, почему бы не прийти к организатору вот подобного рода эстоноязычных тусовок и не сказать «Слушай, давай сделаем что-нибудь вместе, давай замутим как бы для наших обеих, скажем так, вот каш, который варится в разных котлах, что-нибудь общее». Но это было бы логичным же. Было бы хорошо найти кого-нибудь, кто по духу был бы похож на нас. Но пока мы ещё ни на кого подобного не вышли. Ну, я думаю, всё впереди. Но вы ищете, по крайней мере? Не очень активно, но ищем. Ну, будем надеяться, что поиски будут ещё активнее, всё-таки они принесут какой-то результат. Но вернёмся всё-таки к самому спутнику. Этот спутник, помимо Таллина, я знаю, что будет ещё одно мероприятие, связано с этим спутником Водовирума, но днём раньше, как я понимаю. Да, генеральная репетиция спутника, так скажем. Фанкулио, Рижане, которые вот играют очень хороший джаз, красивый, они будут выступать в Нарве накануне. Они просто хотели как раз сделать такой трип. Мы немножечко им с этим помогли. И на разогреве у них будет группа там и тут, Нарская, которая известна здесь и в Таллине, тоже они выступали на Манке. И две группы там будут, и Фанкулио потом после концерта направится в столицу к нам на спутник. То есть, получается, спутник уже так распространяет свои щупальца антенны? Да, кто, например, будет находиться в Нарве или Водовирума вообще в пятницу накануне спутника? У них есть уникальная возможность послушать первыми в Эстонии. А где в Нарве это будет? Это будет проходить в клубе РОРО, где обычно и происходят такие концерты. Это прекрасный клуб, атмосферия, это просто... Он рвёт вообще многие клубы. Но спутник, получается, в таком случае становится аналогом Манке, потому что Манка тоже проходила частично в РОРО. Одно, другое не исключают. Это просто, так скажем, два события, которые просто вместе существуют. А их клонами нельзя назвать? Мы не исключаем, что... Мне не нравится слово клон, мне нравится фраза продолжатели традиций. Последователи, да. Альтер-эго и доппельгангеры. То есть не исключено или, наоборот, исключено полностью, что в ближайшем будущем появится одно общее мероприятие под названием, там, не знаю, спутниковая Манка или что-нибудь такое? Почему бы нет? Почему бы нет? В принципе, сотрудничество вот в этой области, оно идёт нормальное, да? Конечно, мы вместе все тусуемся, да, все общаемся. Дело в том, что мы не конкурируем между собой на самом-то деле. Мы делаем одно и то же дело. Как бы у нас цели и ценности абсолютно одни и те же. Мы хотим, чтобы здесь было больше движухи, больше музыкантов, больше хорошей музыки. А если придёт ещё какой-нибудь маленький мальчик и скажет, «О, а я тоже хочу организовывать какие-нибудь фестивали», вот что вы ему скажете? Вначале, сколько лет ему? Да, например. Но мы посмотрим, что это за человек, кто это. Я бы сказал, что дерзает, в этом нет ничего сверхсложного. Чем можем, тем поможем. То есть конкуренции, как таковой, действительно, получается, нет. Ребята, у меня ещё такой вопрос. Опять же, мы спрашивали и предыдущих наших гостей, которые уже, ну, не первый раз организуют свои вечеринки. И вопрос такой стандартный. Не достало? Не надоело? На самом деле, именно поэтому мы делаем вечеринку раз в квартал, а не чаще. Потому что после того, как мы организовали такой вечер, мы где-то месяц отходим. Просто стараемся не думать ни о чём. Нам потом это аукается, потому что, на самом деле, следующее мероприятие надо начинать заготавливать заранее. Заготавливать, да, но планы на следующее мероприятие у нас вынашиваются очень долго. То есть до того, как ещё прошёл спутник, мы уже прикидываем, какие группы можно будет позвать на следующий спутник. В таком случае хочется спросить, то есть, а что вам даёт это взамен? Да, что какая-то финансовая выгода, эмоциональное удовлетворение? Или что даёт вам персональное проведение вот этих вечеринок? Или просто ощущение того, что посмотреть, какие мы классные, мы замутили такую тусовку? Нет, 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 нет. Очень интересно, когда ты вложился, ты сделал что-то, ты позвал группы, ты выложился, придумал что-то, оформление, плакат, всё это развесило. Потом пришли люди, и потом они подходят и говорят, вау, как было круто, спасибо большое, я прекрасно провёл вечер, я обязательно приду в следующий раз. Спасибо большое, это было замечательно. Вот ради этого всё и делается, наверное. А, собственно, кто за это всё платит в таком случае? Сколько стоит, допустим, проход на спутник? Есть ли что-нибудь там связанное с оплатой? С оплатой, естественно, возникает вопрос. У нас есть билеты, это не бесплатные мероприятия, бесплатным был только самый первый нулевой пилотный спутник, потому что у нас не было практически никаких затрат. Нам предоставил Поль хозяин книжного магазина, коллекционер Дворик, за так. Мы где-то взяли со студии аппарат, и у нас затрат было очень мало, а все последующие спутники, естественно, у нас было специальное помещение, которое мы арендовали на определённых условиях, и надо брать свет, надо брать аппаратуру, это печатать плакаты, в конце концов. На всё это уходит денежка, и как-то приходится это покрывать. Мы покрываем это билетами. На концерт цена была разная, где-то в 3-4 евро обычно. В этот раз будет 5, потому что мы везём группу из Риги, им нужно оплатить дорогу, и мы в любом случае, если у нас что-то остаётся, стараемся раздать музыкантам по максимуму. — То есть, получается, это некоммерческий всё-таки проект? — Абсолютно. Мы на этом не зарабатываем. — Я, как любитель, много чего бесплатного хочу ещё узнать. Например, есть в планах в той же самой социальной сети Facebook, например, проводить какие-то розыгрыши билетов для большего привлечения людей? Или в этот раз? — Мы это попробовали в марте, и как-то получилось, что это не особо работает для нас. — Да, кто-то не пришёл вообще. Он выиграл бесплатный билет человек, он поучаствовал в розыгрыше, и он просто не пришёл потом. И как-то мы поняли, что это не работает. Просто лучше сказать людям, печатайте флайеры, на флайерах будет написано место, адрес, время, группу, и приходите с этим флайером, получите дешевле входной билет. Вот, это работает, да. Поэтому мы каждый раз используем флайеры. — В качестве эксперимента мы пробовали так сделать, но это слишком много мороки, а весть о мероприятии по Facebook разлетается так и так. — У нас лотерея была, но это просто в честь женского дня была. Вот, призы разыгрыша тоже были у нас. — Ребята, в дальнейшем, после предстоящего спутника, какие ещё планы, как развивать и в какую его концепцию? Или пока это секрет? — Мы можем немножечко залезть. Вот, вообще мы планируем ещё сделать, может быть, электронную вечеринку, но это пока так, просто в мыслях. — То есть, ну это получается просто дискотека тогда? — Нет, не дискотека. Там будут живые группы, которые просто немножечко так в электронику ушли, так скажем. Но это пока просто мысли у нас такие. — Если пробежаться, например, по спискам групп, которые выступали на «Манкобутике», которые выступали на «Спутнике», можно найти, что это практически одни и те же самые проекты. Такой, может быть, болезненный вопрос сейчас задам. У нас что, так мало групп? Мало так хороших групп? — Но летом ещё такая проблема, что многие музыканты разъезжаются в отпуска, в путешествия, очень сложно какие-то группы собрать вообще. Вот, некоторые группы просто отдыхают летом. — Но и на самом деле групп не так много. — Ты можешь быть согласен, например, с высказыванием Руслана Пиэкс, когда он там один раз у нас сказал о том, что максимум группа три года проживает, и всё, и потом она скукоживается, грубо говоря. — В среднем, наверное, так и есть, да. — Я тоже слушал это интервью Руслана, и, в принципе, да, это правдоподобно. — Мой пессимизм стал ещё на пару делений выше. — Серёга, сколько ваша группа играет уже? — Ну, мы играем два года, где-то два с половиной. — У вас ещё есть месяцев шесть, так приблизительно. — Месяцов шесть нам ещё осталось дышать тогда, получается. — Всегда можно быть приятным исключением Исправа, на самом деле. — Живы вертится. — Это тоже не заставляет. — Ну что ж, я думаю, напоследок стоило бы спросить вас уже конкретно адреса пароля явки, когда он будет проходить, этот спутник, куда приглашать людей, по какое время, ещё раз напомнить, сколько стоит билет, ну и вся та информация, которую обычно пишут в разделе «Контакты». в 16.00, в ЕККМ, что рядом с Гархолом и рядом с Культурным километром, вход до пяти вечера — 2 евро, после 4.5, 4, соответственно, с флайером. Флайеры будут раскиданы в разных кафе в Старом Городе. Можно печатать просто плакат самим. Очень важный источник информации по мероприятию — это страница в Facebook.com.sputnik.evans через слэшик там посередине. — Если кто-то подумал сейчас о том, что, может быть, хотел бы выступить у вас, ну понятно, что уже поздно, но потом вот какие-то есть такие планы, как это сделать? — На страничке в Facebook, на страничке «Спутник» есть имейл «Спутник», вот, а также есть имена организаторов, можно писать нам всем личным, в любом случае мы это всё обсуждаем, потом слушаем и решаем. — И с удовольствием рассмотрим любые такие предложения, потому что, ну... — Если, может, мы не возьмём эту группу на «Спутник», мы в любом случае посоветуем, где бы им выступить, дадим контакты, так что обращайтесь. — Ну что ж, удачи вам в этом тяжёлом для вас деле и приятном для нас, для слушателей. Будем ожидать большое количество. Я не знаю, Кирилл, как ты? Я, например, с удовольствием туда пойду послушаю. — Ну я ещё ни разу не был, пора начинать когда-нибудь. — Совершенно верно. — Ну что ж, на этом наше время подошло к концу. Ребята, спасибо большое за то, что нашли время и прийти сегодня рассказать нам про это мероприятие. На этом мы заканчиваем нашу придачу. С вами были Сергей Бибип, на связи Овченков. — Кирилл, поехали к Крабу! — Человек с поющей фамилией Алена Генейко. — Арсений Романович Григорьев. — Спасибо. — Спасибо. — Пока. — Молодёжная памятка. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.